Библейский портал экзегет.ру представляет Мы читали в прошлый раз одиннадцатую, посвященную судьбе Израиля. Но вот в римлянах Павел говорит сначала, человек получает спасение не по своим делам, не потому как он исполняет закон, но по дару от Бога. И благодаря своей вере он принимает этот дар. Потому что одно дело Бог дает, другое дело принимает ли человек. Дальше он касается отдельно вопроса, а как же тогда быть с израильским народом, с избранным народом, которому был дан закон, в котором, собственно, по плоти родился Христос. И неужели это все было зря? Он говорит, нет, не зря. И есть некий таинственный замысел Божий, чтобы в конце все человечество соединилось в церкви, включая бывших язычников и бывших иудеев. Ну, а с 12 главы начинаются практические наставления. Ну, хорошо, а жить-то нам как? Вот интересно, что Павел начинает с богословия. Многие ли сегодня проповедники начинают с богословия? Вообще сегодня стандартная проповедь – это ведет себя хорошо. Ну, и дальше по-разному может быть. И даже вот такие проповеди популярные. Люди разбирают там, кто лучше проповедует, кто хуже, кто там строго, кто там подходит мягко, кто там на семейной жизни, кто там на какой-нибудь молитвенной составляющей. Но это все не имеет никакого смысла без богословия. А зачем? Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. К духовному отцу пришла крошка. И как он ответит на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, не рассказав, кто ты и в каком отношении ты находишься с Богом. Если начинать вот без этого предисловия, ты спасаешься не по своим делам, а по вере. Благодать тебя спасает Божий непринужденный дар. Можно же прийти к простому выводу. Ну, я хорошо себя веду, вот я заслужил. Или прийти к выводу. А, неважно, как я себя веду, потому что Бог же меня простил, Бог меня принял, Христос за меня умер, все отлично. Вот вера, которая проявляется в том числе и в поведении человека. Поэтому Павел приводит эти самые наставления практически после богословия, тесно с ним связывает. В ответ на милости Божьи. Именно в ответ, не чтобы заработать. Не потому, что вы обязаны, на вас возложена почетная такая священная обязанность что-то делать, а в ответ. Ну, как нам сделали роскошный подарок? Неужели мы не постараемся как-то отблагодарить? Ну, мы не можем, допустим, воздать такой же подарок, но сказать спасибо сердечно, помочь тому, кто этот подарок нам сделал. Как-то вот проявить свое к нему отношение. Вот так же и здесь. В ответ на милости призываю вас, братья, отдать ему тела ваши в жертву живую, святую и богоугодную, на служение смысла. То есть, Христос принес себя в жертву за нас, и мы отдаем Богу наши тела в жертву. Ну, не в смысле режем друг друга и сжигаем на алтаре, на жертвеннике, но в жертву живую, где в нашей жизни эта жертвенность проявляется, на служение смысла. То есть, дальше он это еще немножко уточнит. Смысла неформальное соблюдение ритуалов, как зачастую в Ветхом Завете получалось, не предполагалось, но получалось, а именно осмысленное некое служение, связанное с тем, что человек или люди себя ощущают определенным образом. Не приспосабливайтесь к нынешнему веку, но преображайтесь, обновленным умом постигая, в чем воля Божья, что окажется благим, угодным и совершенным. Не приспосабливайтесь к нынешнему веку. Мы все время приспосабливаемся, но не только технически. Видите, вот мы записываем ролики, вот эти лекции, и с помощью интернета их распространяем. Очень удобно. Почему бы так не приспособиться? Но когда христиане начинают соотносить свою веру с тем, что модно сейчас в политике, в культуре, в общественных настроениях, и доказывать, да-да-да, мы тоже про это, и бегут впереди. Вот ничего хорошего из этого не получается. Именно об этом, мне кажется, говорит Павел. Не пытайтесь устроиться удобно, с комфортом, как я сейчас в этом кресле. Это просто не получится. У меня получилось. Но это временное состояние. Вы просто живите так, как вы живете. Преображайтесь. Приспосабливаться, значит, от меня ждут, чтобы я стал вот таким, 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 но я быстренько приспособлюсь, чтобы меня там не ругали, не били, и чтобы все мне дали, чего я хочу. А преображение – это некий внутренний сложный процесс. Преображайтесь обновленным умом, постигая, в чем воля Божия, что окажется благим, угодным и совершенным. Именно обновленным умом. Что часто происходит с человеком, принявшим веру? Вот он был там пламенным комсомольцем, или кем-то еще. И он им остался просто, он стал православным комсомольцем. Но все те же абсолютно модели мышления. Там поиски врагов, хождение с троем, какие-то еще модели, да? Нужно сначала обновить свое сознание, преобразиться, обновленным умом, постичь, в чем воля Божия. Не как правильно велит начальник, своя какая-то группа друзей, мода, интеллектуальная партия, я не знаю, выгода, требует что-то еще. Но в чем именно его воля? Что окажется благим, угодным и совершенным? Что окажется в конце? Ничем не хочется. Не как это будет приятно, выгодно, удобно, модно. Не как требует кто-то со стороны. Да, но что в итоге окажется? По плодам еще в Евангелии дан признак, как судить о правильности или неправильности какого-то решения. По плодам. По данной мне благодати призываю каждого из вас не думать о себе больше, чем следует, но рассуждать здраво, по мере веры, которую Бог наделил каждого. Ну, понятно, плохо думать о себе больше, чем следует, я там великий такой-сякой, но по мере веры, которую Бог наделил каждого. Смотрите, у каждого своя мера веры. Мы знаем, что бывают люди очень глубоко верующие, бывают люди очень поверхностно соприкасающиеся с этим миром. Обычно все посредине где-то находится, и в некоторых отношениях глубокая вера, в некоторых поверхностная. Так вот, у каждого своя мера. Не надо сравнивать свои достижения. А вера, то, что нельзя измерить, нет прибора для измерения веры. Есть там ученые степени, государственные должности, счета в банке. Это все очень легко измерить, кто выше, кто ниже. Составить такую табель. А у кого больше веры? Вот неизвестно. Но каждый человек может свою меру постараться нащупать и понять, как о себе рассуждать вот по этой мере веры. Сколько есть во мне веры, столько я понимаю, в чем воля Божья. Но не более. И то лишь отчасти. Почему еще нужна церковь, что мы вместе. И дальше он развивает эту тему. Как в едином теле у нас есть разные части, и все части действуют не одинаково, так и мы вместе тело Христово. А по отдельности друг для друга его части. И благодатные дарования у нас разные. Ну да, как тело состоит из разных органов. Это понятно и разных частей. Руки, ноги, сердце, печень. Кому-то поручено пророчество в соответствии с его верой. А кому-то служение, тому служение. Если кто учит, тому учение. Если убеждает других, тому убеждение. И если кто раздает, то пусть щедро. Если начальствует, то старательно. Если благотворит, то с радостью. Смотрите, люди разные. И вера оказывается разная не только количественно. У меня вера там 50 уровня, а у тебя только 38. А у него там 73. Надо же, как здорово. Нет, она еще и разная по своей сути. Пророчество или служение, или убеждение, или начальствование. Это все разные формы проявления веры. Но ведь пророка иначе Господь одаривает, чем администратора. Оратора, который убеждает, иначе, чем, скажем так, слугу, который просто молча помогает людям. Это совершенно разные дарования, разные способности. Я, например, оратор хороший, я это знаю. А танцую я плохо. И пою совсем никак. Вот. Ну и, конечно, точно так же каждый знает про себя, что его вера искусна в каких-то определенных вещах. Или не искусна в других. Или менее в них искусна. И, собственно говоря, вот так и делайте. Но только кто раздает, пусть щедро. Начальствует старательно, благотворит с радостью. Не вынужденно, не по принципу, ох, заставили, вот послушание. Или, ну, надо же как-то это сделать. Не хочется, но придется. А именно проживать, чтобы это было частью жизни. Любовь не лицемерит. Вот важный ответ на как раз это рассуждение, что, ну, надо же, надо же. Вот, ну, не хочется, но надо. Не лицемерит. Не делает виды. Не притворяется. Отвратитесь от зла. Прилепитесь к добру. Любите друг друга, как братьев. Уступайте по части другим. Да, то есть не я на первом месте, а другой. Служите Господу с неустанным рвением и пламенеющим духом. Надежде радуйтесь. Скорб терпите. В молитве усердствуйте. Принципы христианской жизни. И я мог бы комментировать долго и подробно каждый, хотя мне кажется, любите друг друга, как братьев. Но вся христианская литература о том, как это сделать, все равно не у всех получается. Да, что я добавлю. А вот начну, что не лицемерит любовь с самого начала. Любовь не притворяется. Когда человек всерьез любит, он не пытается выглядеть каким-то таким вот сладеньким-гладеньким. Он старается быть настоящим. Это отличие любви, наверное, от всего остального. Если нет этой подлинности, хотя бы попытки, хотя бы желания, то это и не любовь. Если люди красуются, как на дискотеке, парни и девушки, кто из них круче, красивее, развязнее, сексапильнее и так далее. Это и есть вот та самая не любовь, которая лицемерит, которая изображает из себя все время чего-то. А когда видишь настоящую любовь в себе, да, то она настолько прекрасна, что уже не нужно ничего изображать. И вот из этой любви вытекает вся практика. Уступайте, терпите скорби. Но почему терпеть скорби? Если у меня есть что-то великое и прекрасное, неужели я не потерплю какое-то неудобство, пусть даже значительное неудобство, пусть даже гонения, какие-то допытки. Они вот под пытками иногда оказывались первые христиане. Еще в молитве усердствуйте. То есть молитва не просто настроение такое, вот ох, помолюсь, но труд, который предполагается, старательный труд. И он не говорит усердствуйте в молитве и в каких-нибудь там работах практических или в чем-то еще. А молитва, собственно, и есть труд номер один, да. Со святыми, а так назывались просто христиане, святой Божий народ, да, то есть те, кто верующие, то есть такие же. И они святые не потому, что они достигли высокой степени совершенства, потому что они отделены для Бога. Со святыми в нужде делитесь. Старайтесь быть гостеприимными и благословляйте преследователей, благословляйте, а не проклинайте. Ну, понятно, что со святыми надо делиться им, помогать, но преследователи, те, кто гонят, те, кто нападают, уж, наверное, их надо проклинать. Нет и благословляйте, да, то есть образ христианской жизни – это такое абсолютное желание добра всем и всегда, не только своим. Радуйтесь теми, кто радуется, и плачьте с теми, кто плачет. Важнейший принцип, сегодня говорят, эмпатия, сочувствие, сопереживание. Не навязывайте людям своих чувств, потому что чувства, они рождаются в людях, и они вытекают из опыта жизни. Мы не знаем, почему этот человек плачет так горько, или чем он так сильно обрадован. Он скажет, мы не поймем, потому что это лишь внешнее событие, а его внутренние скорбь или радость, ликование или отчаяние, они порождены его опытом жизни. У нас нет этого опыта, мы можем только переживать вместе с ним. И есть прекрасные слова Цветаевой – совместный плач больше, чем сон. Сном она называет, естественно, совместное лежание в кровати мужчины и женщины. И вот плач больше, да, когда ты сопереживаешь эмоциям, это важнее, чем быть физически близким, пишет Цветаева. А тем самым в Торе апостолу Павлу, как это ни странно, радуйтесь теми, кто радуется, и плачьтесь теми, кто плачет. Человек редко это делает. Человек очень часто плачет, когда другой радуется. Ой, какой он, чему это он обрадовался? Все у него не так, плакать ему надо. И убегает от чужого плача. Как это вот человек плачет на взрыв, как подойти, обнять и заплакать вместе с ним. Это тяжело, это неприятно. Но Павел требует именно этого. Не навязывать свои эмоции, я же верующий, свои решения, свое видение мира. Он там говорит, по мере веры, вот сколько есть тебе веры, лишь столько ты можешь чего-то и увидеть. А вот чувства, они безмерны. Вот к чувствам всегда можно присоединиться к другому человеку. Если он плачет, ему плохо, если он радуется, ему хорошо, это уже достаточно, чтобы присоединиться к нему и сделать для него что-то. Самое минимальное, просто вместе с ним порадоваться и поплакать. Меж собой будьте согласны и без превозношения идите навстречу тем, кто ниже. Ну, а можно понять там не те, кто ниже, а труд, который ниже, берите за черный труд. То есть не говорите, я там, я профессор, как-то я буду пол мыть. То есть вот в любви этого нет, да. Потом он напишет о свойствах любви, но мы не будем сейчас Коринфян читать, это отдельная история, что любовь, она не ищет своего. Здесь он просто в зародыше говорит то же самое. «Не считайте себя слишком разумными, никому не выздавайте злом за злом, но ищите добра перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Да, часто невозможно, часто другой человек на мир не идет. Но это он не идет, ты пытался с ним примириться. Но если он не идет, значит, ты с ним не в мире, значит, иной раз придется и как-то там закрыться, да, защитную какую-то реакцию проявить. Но только если он не идет на мир, а если идет, безусловно, только примирение. Никакой мести, никакого зложелательства в ответ. А почему, кстати, ведь он плохой человек, он гонитель, например. «Не мстите за себя, возлюбленные, оставьте место Божьей кари, ведь написано, отмщение за мной, и я воздам». Так говорит Господь. Если я беру роль на себя Бога и мщу плохому человеку, наказываю его, то Бог не вмешается. Он скажет, а, ну ты уже все сделал за меня. А вот если я говорю, Господи, он меня обидел, он мне причинил боль, я ничего ему плохого не сделаю. А ты суди сам, как с ним поступить. Вот тогда ты даешь место его гневу. А гнев Божий страшен, да, то есть хочешь наказать кого-то, откажись от своего наказания по отношению к этому человеку, да. Дай место Богу его наказать, если он захочет. «Но если голоден твой враг, накорми его, если жаждет напои, поступай так, ты собираешь горящие угли ему на голову». Это цитата, конечно, из книги-притчи. И ее так по-разному понимают. Ну, иногда говорят, что это древний обряд покаяния. Посыпать пеплом, может быть, даже с горящими углями голову, ну, то есть показывать свою, как бы, такую сожженность, свою выброшенность. Вот пепел это то, что выбрасывают, да, развеивают. Горящие угли еще даже могут использовать, чтобы согреться, но только не пепел. Можно это понять в переносном смысле, что ты собираешь адские муки, некоторые такие кары. А может быть, не адские, а муки совести. Человек, которому ты добром оплатил за зло, он испытывает как будто сжение, да, вот его сжигает прямо это ощущение совести, своей неправоты, твоей правоты. Не знаю, можно и так, и так, и эдак понять, но важно, что мести нет места. Не дай зло одолеть себя, сам одолевай зло добром. Ну, знаете, такие всякие шутки, там, злая девочка и добрая девочка плевали из окна, злая больше попала в прохожих, потому что добро всегда побеждает зло. Да, или там добра со злом, в котором обе стороны пользуются одними и теми же приемами. Вот Павел говорит, надо победить зло не плохого человека, перегнать по количеству достижений, в том числе злых достижений, на единицу времени, но сделать так, чтобы его зло сдалось перед добром. Если это получилось, все хорошо, и тогда единственный способ это действительно отвечать на зло добром, чтобы, по крайней мере, вот в твоей жизни эта победа состоялась. Ну, а в 13 главе он будет более подробно разбирать тему политики, что всегда актуально. Продолжение следует...